В этом году, кроме прежних услуг ЖКХ, жильцам предстоит оплачивать взносы на капитальный ремонт своих домов. Как правильно распределить семейный бюджет и воспользоваться субсидиями, которые предоставляет государство. Об этом в сюжете. Мама, папа, три сыночка и лапочка-дочка. Ознакомьтесь, многодетная семья Солнцевых. У старшего сына уже своя семья, а вот остальные дети еще школьники. Так что на счету каждый рубль. В декабре прошлого года за коммунальные услуги им начислили 2800 рублей, однако похудеет семейный бюджет только на 500 рублей. Остальную часть оплаты на себя берет государство. Среднедушевый доход семьи у нас 5700, а прожиточный минимум 6900-19. Поэтому у нас получается, нам выделяют субсидию. Очень хорошо, что субсидии есть. Потому что лишний раз детям книжки, тетрадки, портфели купить, одежду купить. Можно выделить деньги. Впервые предоставление субсидий на оплату услуг ЖКХ малообеспеченным гражданам было предусмотрено федеральным законом от 1992 года. Размер субсидий зависит от совокупного дохода семьи, от величины прожиточного минимума в регионе и от расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на оплату коммунальных услуг у нас предоставляются собственникам жилья, нанимателям жилых помещений и пользователям жилых помещений. Субсидии назначаются на 6 месяцев. При оформлении заявления у нас заявители предоставляют правоустанавливающие документы на квартиру. Обязательно предоставляют справки о доходах всех членов семьи, совместно проживающих. Предоставляют выписку из лицевого счета и последнюю квитанцию об оплате коммунальных услуг. Времени на сбор информации. Можете ли вы воспользоваться субсидией, подготовку документов много не потребуется. Для этого существуют информационные технологии. Достаточно зайти на социальный портал Чувашской Республики во вкладке «Социальный калькулятор» ввести требуемые данные.